МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сегодня развивается сельское хозяйство Казахстана? С какими вопросами сталкивается наша агроиндустриальная страна? И чем живут день от дня простые труженики села? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей программе. Здравствуйте! В эфире новый телевизионный проект Агросектор. Итак, сегодня выпуски. Финансы без проблем. Кредиты для сельских предпринимателей станут доступнее. Поддержка от государства. Животноводческая отрасль получит дополнительные субсидии. Условия кредитования сельского бизнеса изменены по целому ряду программ. О каждом условии более детально расскажут наши корреспонденты. По программе РС в 2015 году планируется финансирование 80 проектов на сумму порядка 3 миллионов тенге. По новым условиям возраст приобретаемого племенного поголовья крупного рогатого скота молочной породы отныне не должен превышать на момент их постановки на карантин у поставщика тёлки от 12 до 18 месяцев, нетели до 26 месяцев. Если заёмщик самостоятельно занимается переработкой молока, мощность оборудования которого составляет не менее 500 литров в смену, нет необходимости предоставлять договор намерения с молокоперерабатывающей организацией на поставку производимого молока со сроком действия не менее одного года. Следующая программа кредитования направлена на развитие интенсивных семейных яблоневых садов. Максимальная сумма займа увеличилась с 40 миллионов тенге до 50 миллионов. Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения продлён до 36 месяцев. В этом году мы планируем посадить 150 гектаров яблоневых садов. Это три южные области. Это Южно-Казахстанская область, Алматинская и Джамбульская области. В каждой области по 50 гектаров. В среднем стоимость такого 5 гектаров яблоневых садов будет составлять на уровне 50 миллионов тенге. Здесь также предусмотрены со стороны государства инвестиционные субсидии на уровне 30% и также будет производиться субсидирование процентной ставки. Всего в 2015 году по линии фонда планируется финансирование на общую сумму 33 миллиарда 800 миллионов тенге. 13 миллиардов тенге на поддержку отрасли животноводства в нынешнем году направят Минсельхоз в рамках программы финансового оздоровления, которая будет расширена от 300 до 500 миллиардов тенге. Все подробности далее. 13 миллиардов тенге будут направлены на повышение конкурентоспособности продукции отечественных предприятий в условиях Евразийского экономического союза, а также увеличение продукции в агроформированиях. В Союзе фермеров Казахстана такую поддержку государства считают полезным подспорьем для сельчан. В последние годы мы наблюдаем очень даже хороший посыл в виде развития животноводства, развития пастбищ, о их обводнении и так далее. То есть это свидетельство о том, что государство все-таки начало проявлять заботу о ком, о сельском населении. Очень хорошая программа была, это первая, это Сабага, которая очень даже эффективно у нас работает. И получилось, что в последнее время появились и новые программы, Кулан, РЭС, другие. Стабильная и гарантированная поддержка государства – основа достижения цели – насытить внутренний рынок и довести к 2016 году экспорт мяса и мясной продукции до 60 тысяч тонн. В целях создания репродукторов, расширенного воспроизводства и тиражирования высопродуктивного поголовья к 2016 году будет ввезено 72 тысячи голов мясного племенного скота зарубежной селекции. Это были самые последние новости аграрного сектора, что называется «Прямо с полей». До новых встреч в эфире канала 24КЗ. Субтитры создавал DimaTorzok